Добрый день, уважаемые дамы и господа, с вами Константин Белый и наша рубрика Доктор Баня по Белому. Сегодня мы будем говорить об непосредственном парении в бане. Был вопрос задан о том, как удобнее, как лучше, как приятнее, как полезнее париться, лёжа или сидя. Потому что некоторым кажется, что лёжа приятнее, другим кажется, что сидя человек лучше себя опаривает, лучше получает, может, как говорится, и массажи ног сделать, и рук размять, и ножки пропарить, и совместить многие процедуры. Для того, чтобы париться удобно и комфортно, необязательно сидеть. Можно и лечь. Но для этого нужно фактически сидячую позу принять лёжа. Это мы ложимся поближе к стене, ноги ставим упором к стене, в стену упираемся, под углом 90 градусов в это время, но веники хорошо опаривают ноги. Поэтому лечь всегда лучше, ввиду того, что когда мы лежим, мы находимся в одном температурном режиме. У нас, как говорится, выравнивается по телу давление. И у нас происходит, что самое главное, о чём многие просто даже не задумаются. У нас лимфа движется за счёт действия мышц. Мышцы качают лимфу, лимфа по-другому не движется. Поэтому очень часто отёки ног возникают от того, что человек ведёт малоподвижный образ жизни и находится постоянно стоя, даже сидя. То же самое ноги находятся постоянно в давлении, что у нас жидкость стремится к низу. Гравитация своё дело делает, и никуда вы не денетесь. И поэтому ноги отекают, потому что мышцы не работают. Нужно заставить мышцы работать. Как бегать, прыгать, делать какие-то упражнения. Можно ещё дополнительно массаж применять. И, кстати, для того, чтобы реально показать, как удобнее всего восстанавливать лимфодренаж за счёт упражнений, таких небольших физических упражнений, это мы ещё вернёмся к этому делу. И в бане мы вот эти процедуры можем легко делать с помощью венечка, но для этого ноги нужно поднять повыше, чтобы изменить, чтобы у нас отток шёл, естественный шёл отток в тело. Значит, ноги мы должны поднять. Ну, кто-то делает подставки. А можно самое простое, я же говорю, лечь поближе к стене и ноги поставить на стену, упереться, чтобы они были по уровню выше головы. Ну, очень удобно, когда под 90 градусов согнутые ноги, упершись в стену. Таким способом мы, опаривая ноги, заставляем лимфу самой уходить по естественным токам, по токам сосудов. И вы получаете облегчение, великолепное облегчение. Поэтому лёжа всегда парится лучше. Однозначно, когда вас парят, вы лежите. Тут вопросов нет. Именно вопрос задают люди, которые парятся в одиночку. Или там, ну, может быть, два-три человека, и каждый своим делом занимается, каждый парит себя. Вот именно это самый главный принцип принять такую позу, когда у вас лимфа, естественно, с ног уходит в тело. И тогда вы будете получать великолепное облегчение. Плюс тому, что вы венечками суставы пропарите. Потому что это самое узкое место, где у нас всегда происходят все проблемы. Суставы раскачать, создать им хорошее кроветворение, обход может только баня и определенные физические упражнения. Кстати, к ним мы тоже можем вернуться, потому что вопросы были, как следить за своими суставами. У людей болят суставы, а я говорю, даже в баню больно ходить. Как, чтобы восстановить? Все это реально, все это восстанавливается вполне в домашних условиях, если у вас нет каких-то патологий. Если это обычное воспаление, я не беру уже сложные болезни, а самое обычное в жизни, основное 80 или сколько процентов у людей, это из-за того, что у вас неправильный образ жизни, малоподвижный образ жизни. Из-за этого начинают страдать суставы. Потому что питание суставов идет через очень тонкие капилляры. Маленькое воспаление, капилляр пережимается, питание сустава ухудшается, ваши суставы начинают болеть, меньше вырабатывается жидкости суставной, происходит засаливание, отложение солей, много-много-много процессов. Поэтому это все можно сделать, все это можно прокачать в домашних условиях. Как? Да я расскажу. Это несложно. Несложно. Но это должна быть система. Постоянная система. Зарядки, гимнастики, баня. О бане я сказал, что парьтесь лежа, ноги только постарайтесь поднять повыше. На спину ложи, лягте на спину, поднимите ноги, уприте в стену и начинайте себя опаривать. Все великолепно получится. И тогда не нужно вам сидеть и получать вот этот обратный эффект. Потому что как бы вы не опаривали ноги, а мышцы не работают, у вас жидкость так и останется, ваша лимфатическая жидкость так и останется там, внизу. Поднимите ножки. И будьте здоровы. Всего вам доброго.